всем привет вы на канале вяжем с дочкой сегодня у нас суббота какое число я уже сбилась там 21 19 сегодня марта я снимаю видео наконец-то первого отчета по совместному проекту пасхальные хлопоты которые организовала лариса подлегаева нас собралось пока немного девочек где-то 9 человек у нас в чате но самые такие вот самые 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 которые хотят встретить радостную радостный праздник пасху с новыми с новыми какими-то идеями с новыми изделиями здесь мы вяжем пасхальный декор всякие корзиночки салфеточки полотенчика может быть кто-то скатерти вяжет может быть и какие-то зайчики курочки в общем все что связано с пасхой девчонок я всех посмотрела у всех вступления посмотрела и заразилась тем что многие вяжут салфетки в технике филейного вязания я эту технику уже однажды использовала я вязала себе тунику летнюю и вот посмотрела на девчонок на их уже готовые изделия у кого-то есть у кого-то еще только начало как у меня в общем вдохновилась заразилась этой идеей и решила тоже связать себе такую пасхальную салфетку нашла в свободном доступе в интернете вот такую вот схему взяла ее не сильно заковыристую не сильно сложную потому что времени у нас по этому совместному проекту остается месяц всего лишь мы вяжем с начала марта до середины апреля так как пасха у нас 24 апреля в этом году как говорила моя бабушка она этот праздник не в числе поэтому каждый год мы встречаем эту этот праздник в разную дату в этом году 24 апреля будет пасха значит я провязала тут у меня конечно мелко но где-то вот 15 наверное рядов и провязала я это за вот эту вот неделю рабочую вязала всего по полчасика на обеде и вчера вот вечером я еще повязала ну редко 23 утром сегодня также прошла поэтому у меня только начало салфетки поэт она мне получается довольно таки размером хорошенькая вот я не знаю сколько здесь ну наверное здесь сантиметров 30 лишним есть вижу я ее из пряжи пехорка цветное кружево цвет у меня красный я не знаю тут есть какой-то color или нет здесь 475 метров на 50 грамм я вяжу в две ниточки и вяжу крючком 125 вот этим самым крючком я вязала свою тунику в технике филейного вязания этот крючок вот у меня один такой я тогда на него тоже обзарилась девчонки прямо рекламировали что им удобно вязать в первый раз я не поняла удобно неудобно но сейчас вот мне действительно кажется что вот это вот плоская ручка она удобна вот у меня такие небольшие продвижения за этой пряжи я хотела начать вязать скатерть но решила что пока я тут собираюсь думаю надумываю время пройдет и в этом проекте я ничего не успею связать тем более что я уже опаздываю девчонки все сняли по первому отчету я только сейчас снимаю хотя сроки уже все прошли но я уже в первом вступлении в первом видео по этому совместному проекту говорил что если я по срокам не попадаю то ничего страшного я девчонки вас догоню просто ну не буду участвовать там каких-то розыгрышах или что главное мне главное чтобы я связала свою наконец-то мечту потому что я давно уже хотела к пасхе связать что-то такое вот декор но всегда как оказывается у меня не хватает времени сила и я спа хочу всегда поздно когда уже времени остается совсем мало а сейчас в компании это самое то если вы еще не в нашей компании дружной то можете присоединиться и вязать вместе с нами в чате мы общаемся показываем свои достижения и вы можете написать ларисе она вас включит в этот чат ну все девочки всем до свидания всем успехов и тут я вспомнила раньше с бабушкой мы со своей переписывались писали письма друг другу она жила у нас в другом регионе поздравляли открытками когда он детство моё было и всегда писали такое пожелание мирного неба пушистого хлеба чистой воды и никакой беды вот я вам желаю как раз вот все что я сейчас вам сказала я вам это желаю конечно же мирного неба все девочки всем пока пока